Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и сегодня я решила поотвечать на ваши вопросы, те, которые вы мне оставляете на моем YouTube-канале под видео. Поскольку иногда вопросы требуют достаточно развернутых ответов, и чтобы на все вопросы эти поотвечать, нужно очень много писать. Писать я не очень люблю, поэтому я решила, как многие говорят, эта бабушка любит поболтать и записывает видео. Ну вот эта бабушка решила тоже записать для вас видео, отвечая на ваши вопросы. Я просто взяла за последние 7 дней, за последнюю неделю, которые были интересны, вопросы именно, которые требуют каких-то ответов, я их выписала, и на каждый из них постараюсь более-менее развернуто ответить. Если это видео такого формата вам понравилось, и оно зайдет вам, это я пойму по вашим комментариям, лайкам и просмотрам, то буду такие видео снимать немножко почаще. Просто делать выборки из вопросов, которые требуют ответа, и снимать видео. Вот. И первый вопрос, который пару дней назад появился на моем канале, он достаточно большой, требует достаточно большого, развернутого ответа, поэтому я его первым и выбрала, и отвечая на все вопросы, которые здесь девушка мне задала, я думаю, что многие из вас найдут ответы, в том числе и на свои вопросы. Итак, Елена, спасибо. Почему Аргентина? Я советую с людьми, куда переехать моим друзьям, с людьми, которые жили в том регионе. Все говорят, что уровень жизни в Аргентине очень низкий, опасно, жить придется только в охраняемых зонах, и далеко не выйдешь. Едешь в машине, это видели те, кто там жил, в пробке стоишь, пистолет прикладывают к виску, отдавай все, убивают легко и просто. Если ехать, то хотя бы в Бразилию или Португалию. Богатая страна, сильная экономика, хороший общий уровень жизни, бедность вокруг не вычеркнешь, хочется жить не только в теплом, но и в безопасном месте, с красивыми людьми и чистыми улицами. В общем, на мой вопрос, а может в Аргентину, на меня весьма дико смотрят, что скажете, желательно бы без прикрас, мол, каждый кулик свое болото хвалит. Ну, понятно, что кулик будет хвалить свое болото, потому что если бы это болото было совсем плохим, куликов бы в этом болоте не жил. И что касается меня, у меня, в принципе, ничто нигде не держит, и я выбираю место для жительства по своим интересам. То есть я там не замуж вышла, не на работу, меня тут кто-то пригласил. Я выбрала эту страну для переезда по каким-то своим критериям, которые меня и привлекли в эту страну. Сейчас я о них расскажу, но сначала немножко разберем этот вопрос. Девушка сравнивает безопасность Аргентины и Бразилии в сторону Бразилии. Ну, во-первых, вот совсем недавно я в своей группе «Аргентина по русски» на Фейсбуке размещала официальную статистику за 2022 год, да за прошлый год, о безопасности в столицах Латинской Америки. Так вот, по именно безопасности Аргентина, Буэнос-Айрес, да, стоит на первом месте. Все остальные страны достаточно там далеко. Кстати, недавно у меня был вопрос, но девушка просто таким образом свой канал решила раскрутить через комментарии у меня. А почему не в Уругвай? Почему не в Уругвай? Ну, потому что по безопасности Монтовидео там получается по этому списку где-то примерно в три с половиной раза более опасно, да, то есть в три с половиной раза больше убийства на, там, сколько, не помню, статистика, по-моему, на 100 тысяч населения. Я не знаю, почему его так хвалят, как кусочек Европы на территории Латинской Америки, рай земной, но статистика это дело такое, знаете, против нее не попрешь. И если в Аргентине, в Буэнос-Айресе там цифра порядка два с половиной убийства на 100 тысяч человек, то в Монтовидео она близка к десяти. То есть разница там колоссальная получается. Бразилия даже в этом списке не присутствует, наверное, чтобы вообще людей не пугать. Но чисто для меня, вот здесь вот этот пример, сравнивать безопасность Аргентины и Бразилии, извините, но я Бразилию даже не рассматриваю для туризма именно из-за вопроса безопасности. Потому что в Латинской Америке достаточно много красивых стран, где можно приехать и посмотреть природу, и это более безопасные страны, чем Бразилия. Вопрос о том, что вот Португалия тут сравнивается, богатая страна, сильная экономика, хороший уровень жизни. Не, вы что, серьезно вот это вот написали, все про Португалию? Я 10 лет прожила на севере Испании, я частенько заезжала в Португалию по работе, и на меня вот именно Португалия давила своей нищетой, вот именно давила. Вообще я такой человек, мне по большому счету, мне везде хорошо, где я. И всегда говорю, если хотите влюбиться в какой-то город, приглашайте, я вам помогу это сделать. Потому что я умею находить все самое интересное и красивое, то, что меня будет привлекать. То есть абсолютно в любой точке мира можно найти какие-то негативные стороны, потому что рай на земле не существует. И я всегда стараюсь выбирать только позитивное, да, то, что почему здесь мне может понравиться. Это не только про Аргентину или про Испанию, там, где я жила и так далее. Это абсолютно вот везде, где я путешествую. Так вот, Португалия единственная страна, которая мне вообще никак не зашла. Вина, простите, те, кто выбрал Португалию для своей жизни, это не ваша вина. Она может кому-то нравиться, и мое мнение не обязано с вашим совпадать. Но это единственная страна из тех, где я побывала, я много где была, которая мне не зашла. И прежде всего она на меня давила своей бедностью, своей разрухой. Извините, но когда вы заходите в пятизвездочные отели, там на ресепшене стоят люди типа в белых рубашках, которые они стираются своими черными носками, поэтому типа белые, а не белые, видать, в целях экономии воды, электричества и стирального порошка. Ну, не знаю, что здесь отвезти. Ну, я, в принципе, девушке порекомендовала, если она этим людям доверяет, то пусть им доверяет. Это вопрос точно не ко мне. Я не могу сказать, конечно, я не буду говорить о том, что Аргентина по экономическому развитию, она лучше, чем Португалия. Я даже, честно, я даже не знаю цифры, и тут я ничего не могу сказать. Но когда вы гуляете по тому же Буэнос-Айресу, по его хорошим районам, зачем заходить в какие-то маргинальные, ну, есть любители, конечно, ну, зайдите, посмотрите, вам это поднимет адреналин. Я тоже была в маргинальных районах, в принципе, и как бы не считаю нужным туда просто так ходить или там гулять, или там наслаждаться. Если я там бываю, по каким-то бывает, там дела меня может занести. В Буэнос-Айресе огромнейшее количество красивых, больших, безопасных районах, о которых у меня много видео на моем YouTube-канале. Там я сейчас не знаю по количеству, там, ну, несколько у меня про Палермо, у меня есть видео про Пуэрто-Мадеро. У меня есть прекрасное видео в районе Кабашита, где, кстати, живет обычный средний класс. И я буду еще снимать видео о тех районах, где живет обычный средний класс. Сейчас уже начала снимать видео о пригородах. Я сама вот сейчас переехала в пригород Буэнос-Айреса. Это места, на мой вкус, наилучшие для жизни. Если вам не нужно находиться постоянно в каком-то туснике, ну, я всю жизнь, когда, как бы, в пригородах жила, я в центре моей жизни, там, за 50 с лишним лет, 3-4 года, если наберется в общей сложности, чтобы я где-то в центре жила. Мне центр вот нужен был изначально, я приехала, да, когда в Буэнос-Айрес. Я жила там в центре, в Палермо, чтобы понять этот город, проникнула, чтобы у меня было больше возможностей гулять, да, там, по 20 километров в день, по 25 иногда нахаживала, чтобы узнать весь этот город, познакомиться с ним, влюбиться в этот город, видео для вас снимала и так далее. И еще раз по порядку этот вопрос. Почему Аргентина? Ну, Аргентину я выбирала по нескольким критериям. Ну, первое, это как бы, конечно, у меня был выбор, потому что я именно хотела жить на этом континенте, да, это у меня уже не первый опыт жизни в Южной Америке. Мне очень привлекает этот континент, который я хочу лучше изучить, побольше здесь пожить, проникнуться и так далее. Тоже мои причины, которые я как бы не особо хочу озвучивать. Почему Аргентина на этом континенте? Ну, во-первых, Аргентина, как я уже сказала, это самая безопасная страна во всей Латинской Америке. Почему еще Аргентина? Потому что здесь хорошая медицина, да, лучшая медицина в Латинской Америке. Ну, пожалуй, это были, наверное, основные, да, безопасности, хорошая медицина, почему я сюда переехала. Ну, и желание жить именно в Латинской Америке. И по большому счету больше, наверное, никаких у меня основных, которыми я могла бы назвать, их нет. Ну, конечно же, там это туристический интерес, конечно же, жизнь здесь, она немного другая. Почему еще здесь жить и здесь дешевле, да? Если мы, конечно, будем сравнивать Буэнос-Айрес не с каким-то там же Зажопинском в Европе, а если мы будем сравнивать Буэнос-Айрес, поскольку это столица, будем ее сравнивать с другими столицами, там, не знаю, Европы, Америки и так далее, то, естественно, Буэнос-Айрес на их фоне более дешевые для жизни, и здесь себе можно больше позволить. И да, я знаю, что большинство из вас не согласится, но для меня Буэнос-Айрес и Аргентина – это также страна больших возможностей. Это ваше дело соглашаться с этим или нет. Все говорят, что уровень жизни в Аргентине очень низкий. Если бы в Аргентине был очень низкий уровень жизни. Да, я не отрицаю, что это развивающаяся страна так называемого третьего мира. Окей, с этим я согласна, да, то, что это не самая богатая страна в мире. Но говорить о том, что здесь очень низкий уровень жизни, когда начинаешь себе искать в Буэнос-Айресе жилье в аренду, вот начните искать, и вы поймете, о каком вообще идет низком уровне жизни, когда аренда от 2 до 10 тысяч долларов в месяц – здесь нормальная цифра. И если по таким цифрам что-то сдается, значит, это кто-то себе может позволить. И это не точечные, это не единичные предложения, а это огромная массовая база предложений. И еще попробуйте снять. Не так-то уж это и просто. А когда гуляешь по таким районам, как Палерме, это все, что вы можете у меня увидеть, эти прогулок, у меня несколько прогулок по Палерме есть, когда гуляете по Пуэрто-Мадеро, по центру города. Я не знаю, я не вижу этой нищеты. Зайдете в народные баррио – да, там будет нищета, но такие баррио есть везде, и в Нью-Йорке, и, не знаю, там, в Париже и так далее. Города, которыми вы так все грезите. Этот мир несправедлив, бедные есть везде, так же, как и везде есть богатые. И вот в Аргентине, в частности, в Буэнос-Айресе, здесь сохраняется вот это вот резкое неравенство, два, да, между различными слоями населения. И поэтому, когда вы попадаете в приличные районы, вы это чувствуете, что вы находитесь в достаточно дорогом, респектабельном районе, в хорошем городе, где хорошие бары, рестораны, где очень чисто, очень много парков, хорошо развитая инфраструктура. И вот я общаюсь со многими, вновь прибывшими сюда, в Аргентину, и отмечают много позиций, по которым Буэнос-Айрес превосходит очень многие европейские города. Поэтому говорить об Аргентине, как о стране третьего мира, о Буэнос-Айресе, как о городе, который почему-то вас не достоин, ну, не знаю, вы, наверное, просто обсмотрели с тех блогеров, которые трэш здесь ищут. Опасно жить. Жить придется только в охраняемых зонах, и далеко не выйдешь. Опасность. Ну, смотрите, опасность, она как бы присутствует во всех странах Латинской Америки, и Аргентина на их фоне самая безопасная страна. В принципе, в любой стране Латинской Америки это ваши меры безопасности. Нельзя носить золото, бриллианты и так далее. Но, в принципе, я хожу, гуляю, и ночью могу гулять по городу. При этом я девушка, которая ни разу скромно не одевается, но вот золото я не ношу. Я хожу постоянно по Буэнос-Айресу и снимаю для вас видосики на айфон. Как видите, айфон еще со мной. Да, у меня как-то один раз в кафе пытались украсть мой телефон, который лежал на столе. Но вот эти дешевые детские трюки для людей, которые пережили 90-е годы в России, они как бы вот смешно выглядят. Поэтому живите в хорошем районе, не лазите по трущобам, хотя я и по трущобам лазила, и много, и вчера там в очередной раз, кстати, была, и ничего страшного, как видите, живая, невредимая. Придется жить только в охраняемых зонах. Ну, кстати, да, в Аргентине есть такое, есть закрытые поселки, охраняемые поселки. Этого никто не отрицает. Но это не единственное, где можно жить в Аргентине. Там просто своя специфика, и зачастую вот эти вот, кстати, все закрытые поселки, надо, кстати, будет как-нибудь снять о них видео, они в основном сформировались вокруг каких-то спортивных клубов. закрытые, ну, в принципе, да, потому что те поселки, которые находятся за пределами города, в провинции, в провинции как бы жить, нужно знать, где жить в провинции, да, вот я тоже сейчас, я живу в провинции, я живу на так называемом северном коридоре. Это место, которое там еще в начале 19 века элита Буэнос-Айреса выбрала для своих летних резиденций, и все населенные пункты по северному коридору, они считаются наиболее безопасными и наиболее классными для жизни. Вот поэтому я и живу в одном из таких поселков. И если же мы говорим, выходим за пределы северного коридора, то жить в провинции, ну, да, жить в провинции опасно. И тогда, если уж вы выбираете провинцию для своего места жительства, тогда лучше жить в закрытом поселке, в Буэнос-Айресе. Такого нет, просто правильно выбираете район, вот и все. Стоять в пробках опасно, пистолет прикладывают к виску. Бывает такое, да, я не буду отрицать, но это не назовешь каким-то таким явлением, что вообще нельзя стоять на перекрестках в пробке. Все стоят прекрасно, все как бы стоят, уезжают и так далее. Бывает такое? Да, бывает. Часто это бывает, ну, это нонсенс, это очень редко бывает, потому что сейчас по Буэнос-Айресу там сотни стоят видеокамер везде, ездят на мотоциклах особые отряды полиции, за порядком следит. То есть отрицать стопроцентно я этого не буду, но это вот не то, что происходит каждый день, потому что, ну, как бы статистику по убийствам я вам сказала, да, а там уже сами умножайте и смотрите, как часто это бывает, и сравнивайте со статистикой других городов, там, не знаю, регионов, стран и так далее. Если ехать, то хотя бы в Бразилию и Португалию. Ну, про это я уже сказала, никакой там сильной экономики нет ни в Бразилии, ни в Португалии. Бедность вокруг не вычеркнешь. Ну, еще раз повторюсь, если ходить по маргинальным районам, то да, там будет бедность, и которая будет, да, вам давить, возможно, на мозжечок. В общем, мой вопрос, а может в Аргентину все на меня дико смотрят? Что скажете? Ну, кто дико смотрит, пусть дико смотрят. Послушайте, я когда переезжала в Испанию, именно на север Испании, на меня тоже дико смотрели, то кому-то там климат не подходит, то есть там туризмом занимаешься, там туристов нет. Простите, но я работала по 6 месяцев без единого выходного, и люди ко мне в очередь становились, чтобы попасть на мои экскурсии. Хотя тоже для многих это было дико, и не только для наших, но даже, я помню, какой-то там испанец, там, в принципе, сам из Памплона, да, с севера Испании, сарказмом мне писал, ну, ну, посмотрим, какие там до тебя туристы доедут. Это то же самое мне говорили русские, которые там по 20, по 25 лет жили. На севере Испании, в том же городе, где и я говорили о том, что туристов нет. Ну, это их взгляд на жизнь, и он, как я всегда говорю, он не обязан совпадать с моим или с чем-либо другим. Ну, надеюсь, я по этому вопросу более-менее на все подробно ответила. Следующий вопрос. Аргентина хороша, если есть деньги. Без баблоса там делать нечего, заработать их там не получится. Если вы смотрели мое первое видео из Аргентины, о том, где я рассказываю, почему я переехала в Аргентину, то, в принципе, я там об этом тоже говорю, что если у вас нет дохода извне, если вы не в состоянии построить свой бизнес, если вы едете в Аргентину с надеждой устроиться здесь на какой-то там, как в Канаде многие наши, да, устраиваются там на заводы, там клеят коробки, то вам точно в Аргентину ехать не надо. Но говорить о том, что в Аргентине нельзя заработать денег, это тоже неправильно. Вот когда я только приехала, много обзавелась очень многими знакомыми аргентинцами, тоже все так на меня подозрительно смотрели. Для чего ты выбрала Аргентину? Здесь же вот экономика такая, всякая. Ну, аргентинцы, как и любые латиносы, да и не только вообще, мне кажется, вообще во всем мире это развито. Люди очень любят поплакаться. Но, кстати, вот в последнее время мне встречаются достаточно часто аргентинцы, которые мне говорят, что нужно уж быть совсем валенком, вот так прямо говоря, переводя на русский, чтобы в Аргентине не зарабатывать деньги. Сами аргентинцы говорят о том, что это страна больших возможностей. Просто нужно немножко больше шевелиться, и вы здесь себя найдете, вы найдете свои ниши для бизнеса и так далее. Ну, более того, даже где-то можно и на работу, если у вас золотые руки, вы можете устроиться на работу, что-то умеете делать хорошее своими руками, и вы будете востребованы и более-менее нормально зарабатывать. Так что Аргентина, она, как и любая другая страна, она страна для тех, у кого моторчик в заднем месте, и для тех, кто может строить свой бизнес. Еще раз повторюсь, если вы приезжаете в Аргентину с надеждой, что здесь устроитесь на фабрику, на завод, пойдете помощниками по дому, то вы сможете здесь жить. Нет, на эти деньги вы на самом деле, да, будете существовать. Но если же вы можете построить какой-то свой, хотя бы маленький бизнес, да, такой бизнес самозанятый, и предложите какой-то интересный продукт, поживете здесь, увидите, какие здесь есть ниши, и сможете туда направить свои силы, у вас есть все шансы здесь хорошо жить, и хорошо зарабатывать, чтобы хорошо жить. Потому что, еще раз повторюсь, что Аргентина – это страна возможностей. Кто хочет, тот зарабатывает. Кто привык ждать каких-то ман небесных с небес, ну да, здесь Аргентина точно не ваша страна. И я об этом всегда говорю, и без всяких как бы приукрас. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про индустрию красоты в Буэнос-Айресе. Маникюр, косметолог, парикмахерский, массаж и так далее. Я этот вопрос выписала, поскольку его мне очень часто и в личку на Фейсбуке пишут, очень наши барышни, девушки, обеспокоены индустрией красоты. Индустрия красоты, она вообще во всей Латинской Америке очень хорошо развита. И в Буэнос-Айресе особенно хорошо развита. Вот именно Буэнос-Айрес – это наиболее европейский город с очень высоким уровнем культуры, с огромным количеством театров, киностудий. Кстати, здесь очень любят читать и огромнейшее количество и книжных магазинов, в том числе и книжных магазинов как бы кинистических. Люди почитали, книжку сдали, и можно купить уже книги секонд-хенд, потому что книга что-то ее прочитала, они их здесь не хранят, как мы во времена Советского Союза. Они прочитали и забыли, и поэтому они ее или продадут, или отдадут, и так далее. Город, в котором хорошо развита киноиндустрия, город, в котором высоко развита культура, огромное количество музеев, театров. Как вы думаете, будет здесь индустрия красоты развита? Конечно, она развита, она очень хорошо развита. На каждом квартале можно встретить по несколько парикмахерских. Очень огромнейшее количество людей, которые обучались, как это называется, то, что у нас называют массажем, здесь немножко по-другому, да, остеопаты, вот это и так далее. Это все здесь прекрасно развито. Я не могу по собственному там опыту что-то рассказывать, насколько оно развито, какой уровень и так далее. Я вижу достаточно ухоженных женщин здесь. Кстати, меня очень поразило то, что здесь вы практически встретить женщину с сединой невозможно. Настолько они за собой тщательно следят, что даже не дают шансов у корней, да, там прорасти с седине. Очень и очень хорошо за собой следят. Я сама просто не любитель ходить по парикмахерским, там, по косметическим салонам. Я все эти вопросы решаю сама и немножко другими способами. Правильным питанием, прежде всего, правильными витаминами. Но вот перед Новым годом захотела и там подстричься, вот просто спустилась со своей квартиры и рядом со мной парикмахерская, которая же, кстати, на тот момент закрылась, я постучалась, сказала, я хочу Новый год с новой прической. Она, я закрыта, ну попросилась слезно пару раз, вот подстригла, не знаю, хорошо, плохо, мне нормально. Я не фанатею от этого. Ногти у меня вот всегда свои по жизни, я их не наращиваю, покрасить самой ногти. У меня занимает 2-3 минуты сделать там именно косметический маникюр, педикюр. Мне это нравится, я это всю жизнь делаю сама, потому что никому не доверяю. Вот. И поэтому развито, да, развито. Боитесь остаться без чего-либо, но здесь я всегда советую, там, на первые пару месяцев, пока вы здесь осмотритесь, пока найдете свои точки, своих мастеров и так далее, ну, возьмите там на первые 2 месяца все, чем вы пользуетесь. Ну, в том числе здесь, кстати, очень хорошо развита промышленность по производству собственной косметики. Я уже вот с кремами пользуюсь, местными, например, и так далее. То есть, вот по поводу индустрии красоты вообще можете не переживать. И, кроме того, да, за последние полгода, вот с начала мобилизации, в сентябре месяце, из России сюда приехало просто невероятное количество россиян, в том числе и специалистов в области красоты. Кстати, скоро сниму видеоинтервью с некоторыми из них, так что подписывайтесь на мой канал, и чтобы знать их в лицо. Так, Елена, расскажите, как можно питаться в Аргентине фермерскими продуктами? Ну, очень просто. Если вы живете в Буэнос-Айресе, то здесь повсюду есть магазины от фермерских хозяйств. Они так и называются. Тенда де станция. Станция – это вот фермерское хозяйство, и там вы можете различные сыры, колбасы купить, что-то там из консерв собственного производства и так далее. Я слышала, что за пределами Буэнос-Айреса с этим немножко посложнее. Не знаю, я вот по остальным городам Аргентины, когда путешествую, я в принципе в магазинах не покупаю продукты, я просто ем в барах и ресторанах. Но слышала, что с такими магазинами за пределами как бы Буэнос-Айреса проблема. Ну, не знаю, например, не верю, что в Патагонии, там, где развито хорошо сельское хозяйство, будет проблема с фермерскими магазинами. Кроме того, то, что очень сильно бросается в глаза мне в Буэнос-Айресе, и не только в деревню, в которую я переехала, то у меня просто был шок. В первый же день я иду, а здесь на каждом квартале по два магазина диетического питания с экопродуктами. И в Буэнос-Айресе их очень много. Поэтому, где бы вы ни жили, всегда на вашем квартале вы найдете магазины диетического питания. И, кстати, это касается не только дорогих районов, но и в районах для мидл-класса, для среднего класса. С магазинами диетического питания и биопродуктами все в порядке. И в этом плане, кстати, Аргентина опережает очень многие европейские города. Так, следующий комментарий. Так, тут, по-моему, даже с большими претензиями. Так как все как я люблю. В эмиграции главная проблема не уехать. А на какие доходы жить. Как на работу устроиться. С чемоданами бабла легко эмигрировать куда угодно. Главное, чтобы визу дали. Опять же, при наличии капитала. Возможности получения виз и ВНЖ. Так что для 99% потенциальных эмигрантов ваша ванильная история совершенно неинтересна. Смотрите, по поводу ванильной истории 99% эмигрантов, которые едут в Аргентину. Для того, чтобы из России попасть в Аргентину. Я цифрами особо не владею, но, насколько я понимаю, билет в один конец стоит порядка 3000 долларов. И сейчас в основном народ летит через Тамбул, где известные авиалинии просят еще и обратный билет. То есть на одного человека вы, как минимум, может, тратите 6000. И три из них, которые у большинства возвратные, потому что отменяют потом по прилету в Аргентину эти билеты, возвращают деньги. А кто-то и не может вернуть. А если человек едет не один, а с семьей, то какая здесь уже сумма? О каких 99% потенциальных эмигрантов без денег вы вообще говорите? И где вообще такая цифра о том, что эмигрируют только бедные или о том, что 99% населения в России – это нищие люди? Таких подобных комментариев я вижу очень много. Это просто тот, который вот прилетел, тут, по-моему, он или сегодня, или вчера прилетел этот комментарий, поэтому я его и выписала. Очень часто меня упрекают за то, что я приехала сюда с мешком денег. Никакого мешка денег у меня нет. Я про это неоднократно, по-моему, говорила. Я приехала, да, я не с пустым карманом приехала. Было бы странно в мои 50... Я когда эмигрировала в Аргентину, у меня было 53, да, на тот момент. Было бы очень странно, да, если бы бабушка Лена, кое-менее многие называют, к 53 годам не заработала бы каких-либо денег. Да, у меня это деньги были, но это не те деньги, с помощью которых я здесь живу, наслаждаюсь и так далее. Я приехала прежде всего в Аргентину, которая стала моей третьей страной для эмиграции, главным багажом, которого у меня уже был язык, и навыки строить свой бизнес и выживать в другой стране. Даже выживать – неправильное слово, а ассимилироваться, да, более правильное слово, ну, как бы вливаться в жизнь той страны, куда я приехала. Вот это мои главные капиталы, с которыми я сюда приехала. Кстати, вот дополняет следующий комментарий. «А если не знаешь языка?» Вот это такой весь вопрос. «Ну, если не знаешь языка, открываешь учебник и начинаешь учить язык». Я испанский язык начала учить уже после 40 лет. И как бы не считаю то, что это пустая трата времени, или, как некоторые говорят, зачем тратить время, или с возрастом язык выучить невозможно. Можно искать сколько угодно отговорок, почему вы не хотите учить язык, но это только ваши проблемы. Если вы эмигрируете в срочном порядке, ну, приедете сюда, в Аргентину, здесь устроитесь, пойдете на бесплатные курсы по изучению языка, если у вас нет на это денег, или вы не хотите на это тратить денег. И изучайте язык, в чем проблема. Вот этого я таких претензий тоже не понимаю. Это, кстати, тоже достаточно частая претензия, которую мне пишут. «Не знаешь языка?» Ну, возьми, да, выучи. Я, кстати, недавно выкладывала где-то пару недель назад о том, как самостоятельно выучить иностранный язык. Так, еще один вопрос. «А я через полгода начинаю тосковать. Прилетаю в Россию через месяца-два, опять улетаю обратно. И вот так бесконечно трачу деньги на билеты. Как избавиться от тоски по родине? Кто подскажет?» Слушайте, ну, я вам могу, конечно, только позавидовать, если у вас есть настолько много времени, да, что вы туда-сюда летаете между Россией… Я не знаю, это комментатор, где там живет в Аргентине, скорее всего. Если у вас есть время туда-сюда кататься между континентами, то у меня просто сразу есть ответ на ваш вопрос. «Займите свое время чем-нибудь, чтобы у вас не было времени, в том числе и на тоску». Да, для меня это понятие, оно незнакомо. Для того, чтобы тосковать, мне кажется, нужно очень достаточно много свободного времени. Ну, если у автора этого вопроса есть время туда-сюда кататься между континентами, из Аргентины прилететь на два месяца в Россию, потом возвращаться в Аргентину, ну, значит, автор не работает и много свободного времени. Вот, в принципе, займите себя чем-нибудь. У вас нет надобности работать, но займитесь волонтерством, найдите какие-то интересные для себя занятия, творчеством, я не знаю, там… Господи, этот мир настолько разнообразен, что занять всегда можно чем себя найти. Так, вопрос, тоже один из моих любимых вопросов. Одна вода, зачем, зачем, почему, как это можно сделать, какие плюсы, какие лайфхаки, кто мне помог, мне имеется в виду, что не надо делать, просто бабушке захотелось снять видос. Я, когда читаю подобные вопросы, расскажите поподробнее, как вы переехали, ваш кейс и так далее. Но для меня это вопросы достаточно инфантильные. Какая вам разница, как я переехала? Я, если честно, я не знаю, как на этот вопрос отвечать. Я купила билет, собрала чемодан и переехала. Никто бабушке Лене не помогал, я сама всю жизнь себе помогаю. Вот мне 54 года, и все эти 54 года я содержу себя только сама, с тех пор, как я даже не закончила университет, но еще училась. У меня была повышенная стипендия. В принципе, можно сказать, что где-то с 20 лет, когда я вышла замуж, я содержала себя практически сама. Потому что с моим мужем бывшим у меня были практически одинаковые доходы. С тех пор уже прошло сколько, получается, с 20 лет. Сейчас мне 54. Последние 34 года я содержу себя сама. Поэтому если кто-то считает, что бабушке Лене кто-то помогает, ну, в принципе, это ваши проблемы. А по поводу лайфхаков, еще раз повторюсь, если вы, просматривая видео других эмигрантов, заседая там в других группах эмигрантов, постоянно ждете и выискиваете для себя какой-либо кейс, вот у кого-то прочитали, а вот так вот у него получилось, я сделаю пошагово точно так же, у меня тоже все получится. Нифига у вас не получится. Вы сами должны понять, для чего вам нужна эмиграция, вообще она вам нужна или нет, потому что с такими рассуждениями я могу сказать, 100% она вам нафиг не нужна, куда вы хотите и как вы там будете зарабатывать, если для вас стоит этот вопрос о заработке. И вот когда вы сами поймете, вы простроите свой алгоритм эмиграции, тогда у вас все получится, потому что даже когда вы все подготовите, когда вы все продумаете, продумаете, просчитаете и приедете в другую страну, у вас все равно все выйдет по-другому. И уж тем более ждать готовых решений от других людей, которые эмигрировали, у которых получилось, там все получилось, или там какие-то ошибки чьи-то выискивать, у вас все равно так же не будет. У каждого свой путь, своя дорога, поэтому не надо и сидеть, выискивать и выжидать, когда какая-то бабушка Лена или дедушка Петя вам подскажут, как вам все это сделать. Следующий комментарий. «Жил в Испании, когда мне было 35, и понял, что там я никому не нужен, а уж сейчас, когда мне за 50, думаю, тем более, а дома и стены греют». Это под моим видео о эмиграции после 50. Ну, если вас стены греют, у вас все хорошо, ну и не надо эмигрировать, в принципе. В чем вопрос это? Такие вопросы тоже мне там часто задают, что надо дома, надо сидеть, то есть там в России, там могилку себе копать и так далее. Люди, ну если вам это надо, могилку себе копать после 50, копайте. Если вы не хотите эмигрировать, да никто же вас не заставляет. Я же не говорю о том, что все обязаны эмигрировать. Да боже упаси, эмиграция, она для сильных духом. Она не каждому показана, эта эмиграция. Смотрю, какой-то сокол прилетел, какая-то большая птичка на доме напротив сидит. А, это кара-кара. Ой, супер красивые птицы. Я никогда не говорю о том, что всем нужно эмиграцию. Следующий комментарий. Вы все потаете топ-менеджером? Вы едете с начальным капиталом, не слушайте безумную тетю? Ну, в принципе, я бы этом уже сказала, что мой начальный капитал это мои знания и умение строить свою жизнь в любой стране, не надеясь абсолютно ни на кого. И это, кстати, очень важное понимание в жизни, когда вы поймете, что только собственными силами вы сможете строить свою жизнь, вот тогда у вас все будет получаться. Пока вы будете надеяться на дядю, на тетю, женщины там, на удачное замужество, еще что-нибудь, а у вас ничего не будет получаться. Я не отрицаю никаких удачных замужеств. Вот удачное замужество просто вам пусть будет бонусом к тому, что вы сами научились в этой жизни делать. А так только вот как барон Минхаузен, да, взяли себе за волосы и потащили. Вот тогда у вас все в жизни будет приклад. Прекрасно. Будете вы слушать безумную тетю Лену или бабушку Лену, это уже неважно. Лена, вы прекрасно, с удовольствием смотрю ваши видео. Небольшое пожелание, добавьте конкретики, пожалуйста. Вот мне очень интересны цены на аренду жилья в этом райончике, как на севере, так и на юге. Это было под видео в районе Кабашита. Вы настолько иначе показываете Буэнос-Айрес и Аргентину в сравнении с другими блогерами, что я словно вижу абсолютно новый город и новую страну. И это удивительно. Вот знаете, я когда приехала в Аргентину, мне это тоже было удивительно. На самом деле, я не ожидала чего-то сверх такого красивого и интересного ни от Аргентины, ни от Буэнос-Айреса. Я ее выбирала по другим критериям, я уже об этом сказала. И вот когда я поняла, что какая она на самом деле Аргентина, какой он на самом деле прекрасный, красивый Буэнос-Айрес, я была в шоке. Потому что его, да, таким никто не показывает. Знаете почему? Да потому что такие видео, они никому не интересны. Как все говорят, кому нужны твои розовые сопли? Дай нам трэша, трэша нам дай. Сходи на 31-ю вижу. Это одна из самых знаменитых опасных маргинальных зон в Буэнос-Айрес. Вот этого нам снимем и вот этого хотим посмотреть. Поэтому вам и снимают такие видео, которые вы будете смотреть и где будут просмотры, чтобы люди потом могли что-то монетизировать. Для чего YouTube снимают? Просто так это нефиг делать. Им надо монетизировать. Вот они снимают вам трэшняк, вы это все глотаете. И не только блогеров, живущих в Аргентине, не хватает, касается. Это и всех трэвел-блогеров, все вот эти вот трэвел-шоу. Достаточно посмотреть шоу вот этого вот одуванчика, вы все знаете, да, про кого я говорю, о Буэнос-Айресе. Ну это пипец какой-то. Он там съездил в провинцию, в самый маргинальный район, который, ну вот, страшнее его нет. И вот он рассказывает о том, как хреново жить в Аргентине, в провинции. Я в провинции живу. Мне жители Буэнос-Айреса завидуют, потому что я живу вот в провинции, в этом городе. Почему-то он не проказал ни один городок на севере провинции Буэнос-Айреса. Поперся именно на юг, то, куда вообще нормальные люди не ходят. Ну, сними только вот помойки, как он поехал, когда в Венесуэлу, поехал в самый дорогой город Венесуэлы, в Маракайбо, и поснимал там помойки. Вот он счастливый. Почему? Ну, потому что много лайков, просмотров, комментариев. Вот так они и снимают. То же самое вот и у меня было. Я ничего не ожидала от Буэнос-Айреса, и он меня поразил. Именно поэтому я снимаю вот эти свои видео, чтобы показать, насколько Буэнос-Айрес на самом деле красивый город. Что касается аренды, вопрос. Аренда, плата за аренду в Буэнос-Айресе, это плата за ваш комфорт и за вашу безопасность. Поэтому я никогда не говорю ни о каких ценах за аренду, потому что это некорректные вопросы. В Буэнос-Айрес, тех же маргинальных районах, есть самострой, то есть какая там аренда может быть. То есть вы здесь можете найти абсолютно на любую цену. Есть у вас там 100-150 долларов на аренду, найдете вы себе жилье за такие деньги. Другой вопрос, надо ли там жить или нет. Поэтому правильнее будет так. Вот вы готовы за аренду платить определенную сумму, допустим, 500 долларов. И вы смотрите на сайтах по аренде жилья, что вы на эти 500 долларов можете снять. И потом уже делаете вывод, соотношение цены и качества вас удовлетворяют или нет. Все, других критериев здесь нет. Поэтому говорить о цене на аренду, это некорректно. Можно снять и за 100 долларов в месяц, можно снять и за 10 тысяч долларов в месяц. У каждого свои потребности, у каждого свой порог безопасности и комфорта, поэтому здесь не может быть одной четкой цифры. Здравствуйте, Елена, а вы купили жилье или снимаете? Я снимаю жилье. Первые несколько месяцев я болтыхалась по туристическим арендам и пожила за это время очень в разных районах Буэнос-Айреса, что мне помогло очень хорошо изучить этот город, плюс ежедневные прогулки по 20-25 километров. То есть я и сходила в город вдоль и поперек, и жила в разных районах, поэтому хорошо успела этот город выучить. И где-то чуть меньше, чем месяц назад я сняла квартиру. Сейчас я в ней нахожусь. Я ее обустраиваю, поскольку я ее сняла абсолютно без мебели. Здесь есть такая фишка. Но я просто, когда увидела эту квартиру, я в нее влюбилась. Я в тот же день смотрела в Палермо квартиру примерно за такую же цену. И увидев вот эту квартиру, это было как небо и земля. И по качеству материалов, из которых выполнена эта квартира, по виду из окна, тишина, и так далее, и так далее. Я видосик как-то выкладывала у себя на Фейсбук. То есть у меня за окном две огромных пальмы, панорамные окна у меня в пол. И я живу в провинции. Я сняла эту квартиру в провинции, в городке Сан-Исидро. Обязательно как-нибудь сниму видео об этом городке, как будет у меня время. Это один из самых престижных районов для жизни не только в Буэнос-Айресе. Не только в пригороде, но вообще как бы в Буэнос-Айресе. То есть сказать, что я живу в Сан-Исидро, это все равно как в России сказать какую-нибудь деревню на Рублевке. Я в них не разбираюсь. Да, я снимаю свое жилье. У вас все утопает в зелени. Елена, в каком городе вы живете? Растут ли цены на продукты? У нас в Латвии выросли на все. Ну, у нас все утопает в зелени, потому что у нас сейчас разгар лета. Когда я сюда приехала, здесь была зима, и мне зелени тоже не хватало, потому что я приехала с зеленого берега Испании. Растут ли у вас... Так, ну, в каком городе живу, я ответила. Я в Сан-Исидро живу. Растут ли у вас цены на продукты? Да, растут, и причем достаточно быстро растут. Но и также постоянно меняется курс доллара. Часто ли там бывают ураганы и торнадо? Ну, возможно, бывают, но не часто. Суть простая. Ну, как бы у Аргентины нет никаких преимуществ по сравнению с другими странами. Вообще-то есть... Это практически нулевой вариант и популярность Аргентины кратковременная. Такой, что-то там затуманенным мозгом написал человек. По поводу кратковременности, популярности Аргентины. Послушайте, первая волна российской эмиграции в Аргентину датируется 1868 годом. То есть это вот больше 150 лет назад, как началась эмиграция из российской тогда еще империи в Аргентину, так она и продолжается. На сегодняшний день мы наблюдаем, по-моему, это шестая волна эмиграции россиян в Аргентину. И, в принципе, вообще Аргентина – это эмигрантская страна. О какой кратковременной популярности идет речь? У Аргентины нет никаких преимуществ по сравнению с другими странами. Это тоже достаточно часто пишут. И в основном, я замечаю, это те люди, которые выбирают для эмиграции ту страну, где они получат все плюшки, где они пойдут на завод клеить коробки, там, не знаю, убирать квартиры и мести улицы. Нет, мести улицы, даже в Испании, говорят, трудно устроиться. И будут при этом жить припеваючи. Ну да, это не для вас страна. Еще раз повторюсь, страна для тех, кто надеется на свои силы. Здравствуйте, вы ничего не сказали про цены на жилье? Примерно расход на месяц на одного человека было бы интересно послушать. Ой, ну это уже, да, что-то наподобие было. Я просто так выписала все вопросы, которые были за эту неделю, которые именно подразумевают какой-либо ответ. Не просто там или все хорошо, или бабушка безумная что-то делает. Цены на жилье, еще раз повторюсь, они очень разные. Найти здесь можно что угодно на любой вкус и кошелек. Поэтому вопросы про цены на жилье, они некорректны. Иногда я подозреваю, что люди хотят узнать нижнюю планку. Но нижняя планка, она там, где вам лучше, конечно же, не жить. Хотя есть люди, которым все равно, где жить. Поэтому на этот вопрос я не знаю, как ответить. Сколько готовы платить? Вот столько жилье ваше и будет стоить. Примерно расход на месяц на одного человека. Было бы интересно послушать. У меня на канале есть видео о моем обычном походе в супермаркет, где вы можете посмотреть и прикинуть для себя цены на основные продукты. У меня там мясо несколько видов купила, что-то из молочки у меня там было куплено, овощи, фрукты. То, в принципе, все, чем лично я питаюсь. Мне писали, почему пельмени там нет или еще чего. Ну, потому что я их не ем, поэтому и нет. А тут вы уже сами прикидываете, когда вы посмотрите это видео, прикиньте, какие у вас будут расходы, в каком количестве вы мясо едите или какие-то там овощи, фрукты и так далее. Что касается еды, она здесь значительно дешевле. Бары, рестораны здесь значительно дешевле, чем в Европе. В России я не была очень давно. Я не могу сравнивать ни с Россией, ни с Украиной, ни с Казахстаном. Я могу сравнивать только там, где я жила последние годы. То есть еда здесь значительно дешевле, но иногда что-то бывает дорого. Например, сейчас сезон персиков. Тут персики по каким-то невъебическим ценам около 4,5, там около 5 долларов за килограмм. Черешня. Черешня вообще там что-то около 7 долларов была, 7-8 долларов за килограмм. Сейчас начала цена чуть-чуть снижаться, до 5 уже дошла. Что-то есть очень дорого, но основные базовые продукты здесь достаточно дешево. Если мы говорим о бытовой технике, ну где-то в среднем, наверное, как в Европе. Если покупать там марки, которые аргентинские, возможно, они там немножко подешевле даже, чем в Европе. Если говорить об одежде, хорошая одежда здесь значительно дороже, потому что здесь нету магазинов одежды, например, для миддл-класса, для среднего класса. И если вы привыкли к хорошему качеству, то будете покупать в дорогих магазинах, и это будет вам находиться дороже, чем в Европе. Но, думаю, не дороже, чем, например, в России. И опять же, что считать дорогой маркой? В Аргентине Сара считается дорогой маркой. В Испании для меня это была мусорная одежда. Как бы на сегодня у меня все, тем более там уже почти на час наговорила. Вот, если какие-то у вас возникают вопросы, вы мне вон там вот внизу под видео пишите. Я их буду себе теперь отдельно на листочек выписывать и снимать для вас видео по тем вопросам, на которые вам интересны ответы. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока. Не забывайте вон там вот внизу поставить лайк, напишите комментарий, понравилось вам, не понравилось, снимать подобные видео или нет. Ну и также жду вас на своих экскурсиях по Буэнос-Айресу и по Аргентине. С вами была ваша Елена Вивас. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok